свежая премьера у нас джили да джили у нас любят ну а полюбит ли новые джили galaxy и 8 это большой огромный седан даже мне кажется больше д-класса больше привычных когда-то нам пассатов не знаю mazda 6 в эти подробно расскажем и самое главное всегда спрашивайте ну а что в жили белорусского вот это мы начнем galaxy и смотрите пока здесь нету наклейки сделано в беларуси но мы сейчас узнаем а у нас премьера которая состояла здесь на моторшоу 2024 поможет мне разобраться маркетинг директор белл джи заводы белл джи в прошлом году брали интервью найдите по поводу x 50 только запускали да а сергей сделал хороший обзор и сегодня расскажем о электричке так вот сразу же первого вопроса в принципе этот автомобиль может собираться в беларуси будет собираться беларусь в принципе в беларуси можно собираться вообще-то все потому что у нас есть потенциал и завод который может взяться за этот проект но вот мы будем говорить о сегодняшних перспективах пока мы хотим попробовать рынок посмотреть как этот автомобиль пойдет в рынок будет востребован в нужном количестве для постановки на производстве потому что из постановки на производство это финансовое обливание я так понимаю что пока привезли вот первую картию как когда-то геометрия да там 50 50 автомобилей привезли и а буквально за ноябрь а уже в декабре мы делали тесты и автомобили уже тогда не оставалось вот так мы надеемся что мы превзойдем успех геометри сей предоставив эту машину клиентам сделать для нее хорошую цену показав ее в тест-драйвах показав ее в ее возможностях и очень рассчитан на то что клиент найдется такой который оценит ее по достоинству потому что я лично оценил точно ее по достоинству я тестировал именно эту машину том числе практически 45 дней жесткой эксплуатации я понял что я тоже хочу такую машину сергей а успех может быть почему потому что во первых тогда герой тряси продавалась почти за 54 тысячи долларов напомню тогда не было преференции по льготной растаможки без ндс а сейчас эта машина у вас стартует 106 тысяч белорусских рублей то есть это дешевле 35 тысяч долларов по сути все верно наша материнская компания джили понимает наш рынок и понимает то что сейчас существует серьезная конкуренция в этом сегменте в том числе и поэтому мы сделали классный автомобиль light премиум она практически премиального класса но с доступной ценой и это действительно так потому что основные технологии которые здесь они просто космические ну хорошо давайте не вот не маркетингом говорить хотя понимаю что вы в вашем тентере а а факты для начала что это такое форм-фактор это все-таки седан это большой седан так скажем d-класса хотя мне кажется по вот техническим характеристикам он уже перерос класс ближе к е-классу то есть это большой такой полноценный огромный даже сказать седан и это чисто электричка у нас электродвигатели а и у нас батареи каких-то там гибридов каких-то версий чисто электричка есть электричка причем что вот эта версия как раз таки с бомба приводит двухмоторная электричка вы хотели показать именно максимальную эту комплектацию да действительно седан большой е наверное нет все таки почему потому что но это я бы сказал даже больше спортивный седан потому что по своим характеристикам и возможностям это такой спортседан заряжены которые ну наверно для вальяжной езды е-класса не сильно подходит и она хорошо получается 106 тысяч белорусских рублей эта версия с 200 киловатт двигателя а это максималка которая здесь на помощь 486 вот эта самая версия которая стреляет в этом до сотни 36 это классический вот все как мы людям в любим в электромобиле нажимаешь педаль газа и она пуляет она пуляют причем человек за роли получают перегрузку почти как у летчика и ощущение эти незабываемого во всяком случае первые три дня точно galaxy кстати отмечу для себя что джили стал делать линейку galaxy именно для себя для джили потому что не забудем что есть еще подразделение zikr это тоже совершенно верно джили относится но в своей линейке чтобы отделить двс отделиться гибриды именно в электрические что напомню что есть еще линейка геометрии да сейчас есть еще galaxy мы видели кстати на пекине электро кроссовер большой электрос кроссовер galaxy я уже не помню какая там аббревиатура ну я тоже думаю что он может до нас доехать но у кроша кроссовер насколько большой вы видели в пекине я не могу сказать но то что есть кроссовер который мы тоже будем презентовать это уже маленькая примена будущее в скором времени тоже будет презентовать для нашей страны семена линейка галакси это будет автомобиль и 5 и даже на этом в рамках это мотор шоу наши партнеры или не партнеры в кавычках уже привезли его сюда у нас тоже он есть давайте так называть это не партнеры а те кто поливом увозят ведь у них не будет ни гарантии не сервиса не обслуживаю совершенно верно ну все они говорят что у них все это есть но на самом деле мы все знаем как это есть то есть через какие-то схемы которые клиента не обезопашивают на самом деле от проблем то я считаю что эти схемы не очень хорошие много здесь слышал разговоров о том как они классно купили дешевую ритмичку и потом что с этим было ну знаете я вот никого не убеждаю если человек хочет сэкономить 3 5 тысяч долларов а иногда там даже тысячи или вот как на примере воеха да сколько в прошлом году навезли воеха а потом оказалось что официального дилера они дешевле дешевле с русификации теперь официально с гарантией сервисом и вот пример хорошо давайте все таки о нашем galaxy 00 давайте все таки давайте подробнее о galaxy 08 качество материалов и интерьер я сейчас расскажу наверное вот как мы правильно сказали не языком маркетинга простым человеческим языком что я ощущаю когда сажусь за руль этого автомобиля материалы отделки здесь применены очень достойны оборудование в салоне тоже применено очень достойно от звука шумоизоляции уже говоря про силовую установка вообще могу сказать что это премиум класс потому что силовая установка батарея и привода ну на мой взгляд это уровне zikr азик считается премиальным классом у нашей компании джили поэтому здесь какая экономия возможно такие вещи они не популярны но и все-таки скажу для нашего потребителя что в этой машине например нет него подвески нужно она кому-то или не нужно вопрос но здесь ее нет поэтому 37000 примерно дальше в этой машине например чтобы я отметил двери открываются просто кнопки здесь нету электрических каких-то открывания закрывания так далее нет этих физических рычагов да ну рычаг конечно здесь вот есть физически но я имею ввиду что здесь нет такой кнопки до которой нажать и машина электрически сама откроется при этом здесь есть память и сиденье все эти ассистенты по удержанию в дороге уставанию твоему камера в салоне который контролирует ситуацию водителя безрамочное зеркало мы к этому привыкли огромная панель причем которая до обоих людей цифровая панель приборов мультимедиа и 3 так скажем развлекательный экран для пассажир чем он не только развлекательный на него можно включать и управлять кондиционером то есть делать те пассажиры участие функции для пассажиры которые мы доступны я сразу же спрашиваю потому что у меня вопросы летят по поводу русификации вот сейчас здесь китайский английский в принципе будет русский язык в принципе будет русский язык буду тоже говорить как она как мы мне это видится в стратегии развития этого этого бренда этого этого направления значит сейчас мы вводим ограниченную партию автомобилей в страну и будем смотреть насколько она будет востребована нашими покупателями очень рассчитываем и думаем что так оно и будет что мы в рамках даже этой выставки сделаем продажу всех автомобилей и этому есть подтверждение потому что люди записываются на то есть подождите уже надо спешить тогда на мутер-шоу сложно чтобы успеть купить совершенно верно завтра когда будут работать сегодня вип день завтра будут работать наши дилеры и они уже будут принимать предзаказан автомобиль это ни к чему не обязывает наших клиентов но так мы поймем нужна ли та же русификация то есть если автомобиль востребован и понятное дело что мы будем а настаивать в китае на том чтобы кроме английской версии была заводская жила очень важно шангой снилевая потому что тоже в шейте это все левые поставщики говорят а мы сделаем вам там условно говоря за 300 500 совершенно русификация которая может лечь когда она условно говоря разрядиться полностью батареи а вся прошивка она если перезагружая вы должны быть в курсе сейчас уже в россии из икры и те живое 3 отзывают левые машины серого импорта блокируют их электронно и начинаются танцы как называемый с бубном когда нужно каждый раз переустанавливать что-то и от сервиса до сервиса или же там от остановки до остановки клиент думать что с ним будет в этом случае мы хоть ну мы не идем никогда таким путем мы говорим что у нас есть английская версия китайская понятно она здесь не совсем востребована но английская рабочая и русская версия уже сейчас руководит проект из китая улетев в китай уехала с этой мыслью что уже нужна русская версия и но я думаю что в принципе если линейка вот эта топовая а как вы говорите light premium от джили galaxy пойдет ну на примере вот этого большого седана а наш рынок в первую очередь ждет все-таки кроссоверы у меня был вопрос я честно говоря шел на мотор-шоу люди спрашивали спросите убил g когда придут недорогие электрички те же самые геометрии все ждали когда помните было геометрисе когда уже зайдет но все равно 99 помните 99 тысяч рублей на сегодняшний день это так скажем билет в электромобильный мир с гарантией сервиса так вот что касается недорогих электромобил но я попробую ответить на этот вопрос максимально открыто да простят меня наши покупатели до электричка в виде кроссовера запланирована мы точно понимаем что это за электричка но мы все-таки завод производитель и наша задача не совсем продавать автомобили наша задача право производить автомобили которые мы хотим продавать и производить их у себя на заводе то есть чтоб это был конечно же но мы не можем сделать прям такую сразу электричку как как а делают еще с китая но мы можем сделать ее сборку и соответственно наши задачи это поставить на производство электроавтомобиль чтобы все вопросы с ндс ими растаможками и так далее были урегулированы в нормальном порядке не пользусь какими-то прямо сильно-сильно преимуществами а именно производить вами в стране значит есть такая цель есть такая машина то есть мы думаем о том что если все пойдет так как мы планируем galaxy e5 увидит уже белорусский рынок буквально начали следующего года то есть за galaxy 08 будут еще следующие ласточки следующего электромобильные которые будут сервисом с гарантией рвиса заводской и они уже возможно будут собираться я скажу надо даже наша цель поставить их на производство потому что когда ты производишь свой автомобиль и электроавтомобиль ты во-первых а в тренде ты получаешь компетенции по поводу сборки сначала это в автомобиле понимание чего он сделан и но все знают что объединенные из машиностроения занимается вопросом электромобилей вот эта машинка который стоит она первая потуга так скажем на эту историю но чтобы развить это в серьезную такую то есть все шури на собственную жалоре начать с малого двигаться ну желательно быстро это меняется очень быстро будем стараться успевать но для клиентов мы должны будем сделать начале следующего года еще и кроссовер вы знаете а очень большая поддержка билджи и со стороны белорусов и со стороны соседних стран именно в том что вы все делаете правильно и вот даже этих x50 некоторые ругают да машина уже снята с производства в китае а вы делать но с другой стороны а вот и мы автопанорама верим что наши специалисты наши инженеры наши ну не знаю там дизайнеры они в первую очередь набивают руку набивают руку в создании уже но вполне нормальных по конкуренции мирового уровня электромобилей потому что китай сейчас так или иначе в электромобиле строения и догнал и перегнал и грязь мир однозначно и здесь как раз вот то что мы сейчас сидим с вами в galaxy 08 электромобили которые официально с гарантией сервисом сколько гарантии три года ну гарантия должна быть стандартно 150 тысяч и три года три года 100 тысяч может быть дадут и 5 лет потому что сервисного программа разрабатывается как она будет сейчас выглядеть мы увидим уже в дилерских салонах но обычная гарантия стандартно мы дадим пять лет мы даем обычно на кузов все остальное три года до базовые узлы и агрегаты то есть но эти вещи я думаю что мы будем соблюдать электромобиль он немножко отличается все таки от двс и да и тот меньше узлов агрегатов которые подвержены каким-то воздействием то есть это все-таки мотор и собственно батарейка и несколько проще даже колодки меняться тут реже и я не знаю да что электромобиль это плюсы не только в его стоимости и чистой на эксплуатации латации в игре в долгую не плачешь за то там какие-то деньги не имеешь это масло постоянно себе этого делать не нужно ты просто едешь обсматриваешь масса ты смотришь машину дилера и продолжает дальше ездить дилер наши от этого плачет это что электричка нам же нечего работать нет это смешно и были тогда потому что электроавтомобили это такая штука как ну даже не знаю как смартфон который зарядил и поехал вот и все сергей ну а кому будет интересен вот кто фокус группа нашего galaxy 0 8 ну здесь я бы дар на прямо так и не сказал сложно вообще сейчас понимать вот работая сейчас на стенде да я вижу когда ко мне обращаются люди и молодого возраста ребята которые совсем только-только садятся за руль и люди взрослые которые уже даже покатались имеет опыт работы на электричке и ездить на электричке я рассчитываю что вот даже в картинке нашей презентации где мы показываем что электромобиль это все-таки более экология более спокойно меньше шума меньше выброса углеродный след тот же снижаем это даже вот сухосветы показывает том что это районы с низкоэтажной застройкой это тихие спальники где есть люди которые заботятся и об экологии тоже то есть это все-таки тренд сохранение природы в единении с природой и скажем кайфовой драйвовой эксплуатации что она может ехать как ferrari практически да и при этом не засоряет окружающую среду тихо спокойно безопасно одно из таких вот главных качеств это безопасность для нас для потребителей и для окружающих сергей худоежка специально для автопанорамы bilge выкатила большой седан седан d-класса е8 под капотом может быть электродвигателя 200 киловатт да это полностью электрический автомобиль цена сразу скажу цена 100 от 106 тысяч белорусских рублей естественно очень много желающих посмотреть это автомобиль ну не знаю пишите в комментариях что у вас пишите в комментариях как вам джили и 8 в принципе с такой ценой хотят то что рекламируется там 5 секунд до сотни там мощные вот 500 киловатт электромо электромотор все это уже в максимальной версии она будет дороже здесь традиционно в салоне видите три объединенных экрана то есть цифровая панель приборов у нас мультимедиа и вот этот не совсем понятно для меня экран для пассажиров которые понятно что отжили ближайшее время традиционно не стоит ждать русификацию и не половина этих какая половина 99 процентов вот этих программ они не будут работать ну и конечно можно перевести до переведено уже на английский и люди могут разобраться и в режимах вождения но я думаю что первая партия которые уже привезли будут продаваться не русифицированные друзья до цены уже совершенно другие автомобили другие ведь буквально три-четыре года назад мы делали обзор жили не galaxy а как друзья машины другие цены другие буквально три года четыре года назад мы делали обзор жили геометри си и ценник был там 54 тысячи долларов и народ разобрал первые 50 автомобилей первую партию сейчас цена вот на этот и 8 на базовую версию с двигателем 200 киловатт с небольшим запасом хода стартует от 106000 ну то есть 35 36 тысяч долларов да если брать всем говорю сразу же берите максималку максималка у нас 486 лошадей максималка у нас с двумя электродвижками с полным приводом ну то есть и спереди и сзади ну и конечно все умные системы да пока ничего белорусского как вы поняли здесь нет пока это первая партия и у меня такое ощущение вот я тут не вангую но мне кажется что эти первая партия этих автомобилей уйдет прямо с выставки ну а будут ли дальше возить джили ну те же самые 08 мне кажется что самом модельном ряду galaxy это такая топовая линейка электромобилей от джили а есть еще хороший большой кроссовер найдите наш обзор премьер пекинского автосалона мы были там весной и рассказали как раз жили galaxy вот этот автомобиль мне кажется мог бы перевернуть рынок пишите ваши комментарии как вам galaxy 0 8 как вам цена а ждете ли вы кроссовер электрический кроссовер от жили ну и вообще какие у вас вопросы по машинам жили на все обещаем ответить я зовут кореневский это команда автопанорама найдите наши обзоры смотр шоу 2024 на youtube автопанорама а